Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду Ишенбекова. Встречу с главой внешнеполитического ведомства сегодня провел президент Алмазбек Атамбаев. Ирлан Абдулдаев проинформировал главу государства о деятельности, направленной на развитие приоритетных направлений внешней политики страны, о том, как сегодня реализуются договоренности, достигнутые на высшем уровне, а также о том, как защищаются права и интересы кыргызстанцев за рубежом. В свою очередь, Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений главы МИДа, чтобы работа, нацеленная на выстраивание внешней политики, максимально эффективно содействовала развитию взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях. Новые биометрические паспорта, которые недавно ввел госрегистр, только усложнили жизнь их обладателей. Об этом лидер фракции Республика Таджур заявил сегодня на пленарном заседании Джугар-Кукинеша. Депутат Умирбек Бабанов перечислил проблемы, с которыми сталкиваются те, кто получил биометрические паспорта. По словам парламентария, граждане, получившие новый документ, не могут получить элементарные услуги, так как прочитать данные, сокрытые в электронном чипе, в учреждениях и ведомствах, не на чем. Получается, что кроме как для голосования, этот паспорт пока ни на что не годен. В новых биометрических паспортах указана только фамилия, имя и дата рождения гражданина. Прописка, этническая принадлежность и другие данные внесены в электронный чип. Сегодня граждане обращаются в банки с этими паспортами, а в банках нет считывающих устройств. И как народу жить с такими паспортами? Этот паспорт вводят в связи с предстоящими выборами. Но ведь народ живет не только одними выборами. Как пользоваться этим паспортом в остальных случаях? Получается, госрегистр, введя в действие эти паспорта, думал только о выборах и не предусмотрел остальные случаи. Камборидеры, устройства, считывающие эти паспорта, поступят в июле месяце за счет японского гранта. Почему вы перед тем, как начать выдавать эти паспорта, не подумали о том, как граждане будут пользоваться ими в повседневной жизни? В народе уже пошла молва, что эти паспорта не нужны. Получается, что деньги на все это зря потратили? Как органы внутренних дел будут осуществлять идентификацию? Поэтому необходимо приостановить выдачу этих паспортов, чтобы устранить все недостатки, только потом их выдавать. Так, чтобы люди могли ими пользоваться везде. Паспорта нужно не только для участия в голосовании. Обращаюсь к представителю правительства. Почему премьер-министр не увольняет руководителя, который был замешан в коррупции? Возникают сомнения. Что за игры такие накануне выборов? Что нет других руководителей и только один человек может руководить госрегистром? На объездной трассе минувшей ночью погиб велосипедист. Наезд на него совершил автобус. Об этом сообщили в управлении патрульной милиции Чуйской области. ДТП произошло примерно в полночь возле автозаправочной станции, недалеко от пересечения объездной и улицы Алматинской. Велосипедист двигался вдоль дороги в западном направлении на встречной полосе движения автобуса. За рулем автобуса был житель Сокулукского района, 1959 года рождения. Скончавшийся уроженец Узгенского района Ожской области, 1994 года рождения. Культура вождения на нуле и снова побеждает хамство. Отстаивать свою правоту одному из столичных водителей пришлось в честном бою. Прямо на перекрестке улиц Шабдан-Баатыра и Анкара. Видео драки двоих водителей в интернет прислал один из очевидцев. По его словам, водитель внедорожника «Лексус», выехав на встречную полосу, перегородил путь другой автомашине. Это и стало причиной конфликта. Свидетели инцидента попытались разнять мужчин. После под видеозаписью оставили обращение к патрульной милиции города с просьбой принять меры в отношении водителя «Лексуса», нарушившего правила дорожного движения и создавшего неудобства участникам дорожного движения. Почти полмиллиона кыргызстанцев страдают от такой вредной привычки, как табакокурение. Об этом сегодня рассказали врачи и специалисты Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с курением, который отмечается 31 мая. Так, по данным ВОЗ, более 200 тысяч курильщиков из этих полумиллиона могут умереть преждевременно, так как риск развития рака легких у заядлых курильщиков в 20 раз больше. В среднем, по данным нашего Минздрава, люди, страдающие зависимостью от сигарет, живут на 21 год меньше. По статистике, за последние годы смертность мужчин в возрасте от 35 до 69 лет из-за употребления табака составила 28%. Проблема табакозависимости в нашей стране, как и во многих других, продолжает оставаться одной из самых острых. Сегодня запрещена любая реклама табачных изделий, ужесточены штрафные меры. На пачках сигарет появились иллюстративные предупреждения. Создана телефонная линия, где консультанты оказывают помощь желающим бросить курить. Кроме этого, с 2009 года более чем в 10 раз увеличилась ставка акцизного налога, и более чем в 60 раз на сигареты без фильтра. В Кыргызстане появились аптечные наркоманы. Так врачи называют подростков, которые приобрели зависимость к препаратам, содержащим психоактивные вещества. Об этом медики рассказали сегодня на специальной пресс-конференции. В списке таких лекарств сиропы от кашля и седативные препараты. По словам врача-нарколога Мелиса Исакова, молодежь в интернете находит способы по приготовлению наркотических смесей. А указанные лекарства можно приобрести в аптеках в свободном доступе, а не по рецепту. Сколько именно несовершеннолетних страдает такой зависимостью, неизвестно. На учете стоит лишь 20 человек. Просвещаться культурно всем коллективам, как выяснилось, и весело, и объединяет. Инициаторами стали сами театральные режиссеры и актеры. Она пригласила журналистскую братью отвлечься от ежедневного потока новостей и получить удовольствие от просмотра спектакля по легендарной повести Чингзайтматова «Материнское поле». Так, свои места в зале Кыргызского национального драматического театра заняли одни работники СМИ. После приглашение передали другим, те следующим. Что-то вроде эстафеты, ширины или даже театр-медиа-челлендж. Не ответить на вызов нельзя. Впечатленные актерской игрой, посетить театр коллектив НТС предлагает своим коллегам с Пятого канала. В театр как на праздник, а на праздники, как известно, собирают самых близких. Так, администрация Кыргызского драматического театра совсем недавно завела добрую традицию приглашать на свои спектакли представителей медиа-сообщества. Последние, в свою очередь, должны передавать друг другу эстафету посещения культурных мероприятий. Ширне на Кыргызском это означает, когда люди, единомышленники собираются и они посещают друг друга мероприятия, благословляют, желают друг другу удачи. И это неспроста, потому что сегодняшние представители интеллигенции не так часто посещают театры. Нас очень интересует, это все нам дает новые силы, чтобы сделать театр лучше, чтобы сделать спектакль еще лучше, чтобы привлечь остальных зрителей. Последние штрихи как на сцене, так и за кулисами. Артисты Кыргызского драматического театра готовятся представить на суд зрителей спектакль «Материнское поле». Каждая мелочь – важная деталь. Начиная с расставленных декораций, вплоть до безупречного грима и отрепетированных монологов. Безоговорочная любовь матери, отчий дом схлестнулись на сцене с другими реалиями жизни, такими как война и страшные потери. Вся постановка на одном дыхании, буквально на нерве. Темы актуальны и всегда, однако образы в новом прочтении более близкие для восприятия современного зрителя. Сейчас такой сложный зритель у нас, особенно Кыргызы. Они такие помпезные, патриотические, патетикой, они так не верят. Нам получил, с режиссером обговорили, и говорит, попробуй этот образ именно с шепотом, чтобы до зрителя дошло конкретно. Что испытывает мать, когда теряет своих детей? Кажется, что в такие моменты даже сама Земля вместе с ней скорбит об утрате. Актриса Анара Назаркулова признается, что над выбором роли долго не размышляла. Своё родство со сценическим образом поняла буквально после прочтения первых строк сценария. Я как актриса, мне всегда в душе вот эта боль я носила, постоянно. Я тоже сама как актриса Анара Назаркулова всегда была против войны, против которой проливается кровь. И вот где-то, вот эта душа, и мне всегда было больно за этих людей, которые теряли своих детей и близких людей. Постановка режиссера Марата Казыкеева – многочисленный призер различных театральных фестивалей. В регионах нашей страны и соседнем Казахстане зрители буквально не отпускали артистов со сцены. Аплодисменты не стихали и сегодня в зале театра. Продолжительные овации плавно сменились глубоким молчанием. После просмотра постановки каждому хотелось подумать о чём-то своём. Мы смотрели на одном дыхании, практически все зрители плакали. Многих стоял просто в ком в горле. Вот такая постановка, она, конечно, жизненная, она не может оставить просто след. Сложилась очень хорошая традиция, так называемая театральная эстафета. В медиасфере. И мы приняли эту эстафету от телеканала «Пирамида». Ну и, соответственно, посетив сейчас вот этот спектакль, мы дальше передаём эту эстафету телекомпании коллективу «Пятого канала». Уже сегодня труппа театра представит спектакль по произведению Бактыгульча Туровой «Тамерис». Новой, не менее яркой и интересной постановкой завершится весенний театральный сезон. И пока на этом всё. Всего доброго и до встречи в эфире.